Так выглядит Бахмут Донецкой области после нескольких месяцев ожесточённых боёв. И в последние дни обстановка здесь снова накаляется. Противник в три раза увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта. До 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону. Оборону Бахмута украинским военнослужащим приходится держать от штурмующих его тех самых вагнеровцев, что завербованы бизнесменом Евгением Пригожиным по российским тюрьмам. Зэков используют, да. Ну, недолго им жить осталось ещё. Буквально месяц, может, второй. По мнению аналитиков, Бахмут не имеет особой стратегической ценности. Однако именно сюда брошены основные силы наёмников из ЧВК «Вагнер». Не скажу, что нужно этого бояться, но враг их действительно использует. У них есть приказ идти вперёд, а если они этого не сделают, их расстреляют. Чтобы потерять на войне человеческий облик, не обязательно быть зэком. Так в Свердловской области поднимают боевой дух обычных мобилизованных. В окопах под Николаевым украинские военные признают, что мобилизация обеспечила России временный перевес. Количественный, но никак не качественный. Люди не обучены, но они просто идут вперёд с криками «Ура!». У нас нет столько патронов, сколько у них людей. Между тем, накануне состоялся очередной обмен военнопленными. По 107 человек с каждой стороны. Министерство обороны России сообщает, что освобождённые из плена россияне будут отправлены в Москву для лечения и реабилитации. По словам главы Офиса президента Зеленского Андрея Ермака, среди освобождённых граждан Украины 74 защитника Азов стали, в том числе три бойца батальона Азов. Из 107 возвращённых на родину, шестеро являются офицерами, остальные — рядовые и сержанты. Я искренне рад, что ещё 107 семей увидели своих близких. И благодарю всю нашу команду, которая сделала этот обмен возможным. Разведку, управление, службу безопасности, омбудсмена. Мы обязательно вернём домой всех украинцев и украинок, которые находятся в плену в России или на временно оккупированной территории. Мы помним каждого из наших героев. В своём свежем обращении президент Зеленский уделил немало внимания послевоенному восстановлению экономики страны и не обошёл стороной предстоящий саммит G20 в Индонезии. Он заявил, что если в нём примет участие Путин, то Украина участвовать не будет. Продолжение следует...